Я приветствую всех любителей анатомии. Сегодня мы поговорим про грудную и брюшную аорту, то есть нисходящую часть аорта, аорта Descendants. Как вы уже знаете, у нисходящей части аорты есть две части, аорта Тарацико и аорта Абдоминалис. То есть грудная часть аорты и брюшная. Грудная часть начинается от дуги аорты и заканчивается прохождением аорты через аортальное отверстие в диафрагме. Соответственно брюшная часть начинается от диафрагмы и заканчивается на уровне где-то между четвертым и пятым поясничным позвонками, там где находится бифоркация аорты, она делится на общие подвздошные артерии, правую и левую. Аорта Тарацико. Грудная аорта, все ее ветви можно поделить на две группы. На группы париэтальные ветви и висцеральные. Париэтальные пристеночные, это те, которые соответственно будут кровоснабжать стенки грудной полости. И висцеральные, внутренностные, те, которые будут окраснабжать внутренние органы, которые там находятся в грудной полости. Итак, париэтальные. Париэтальные они все парные и к ним относятся артерии интеркасталис, пастериорис, задние межеберные, и артерии френица, супериорис, верхние диафрагмальные, которые к сожалению здесь на этом не нарисованы, они просто спускаются на парус-люмбалис диафрагмы и окраснабжают конкретно вот ту часть диафрагмы. И висцеральные. К висцеральным относятся ветви, которые идут к внутренним органам. Это рами эзофагиалис, понятно, которые ложатся на рудную часть пищевода, окраснабжатую. Это рами бронхиалис, которые ложатся на главные бронхи, по ним входят в ворота легкого и уже делятся там сначала на долевые, потом сегментарные и так далее. Затем рами медиастеналис, средостенные, которые идут в органы заднего средостения в основном, это к лимфоузлам и клетчатке, которые находятся здесь. А также рами перикардиалис, многочисленные перикардиальные ветви, которые будут идти краснабжать, понятное дело, перикард с ферц. Артерии, интеракостальс пастериорис, понятно, они ложатся в межреберные промежутки, начиная с третьего, потому что первое, второе, вы помните, интеракостальс супрема, это ветви, трункус коста цервикалис. Задлажатся в межреберные промежутки, идут в них и они будут астомозировать там где-то на середине реберной дуги уже, да, с передними. Вот тарацика интерна формирует такой обширный анастомоз в межреберных пространствах. Плюс там от них будет отходить рамус латералис, это кожные уже, и рамус антериор, это уже краснабжение кожи, под кожей раклетчатки уже боковой и передней боковой стенки, грудной полостенки. И вот, что важно, от межреберных задних артерий отходит задняя веточка, рамус дрозалис так называемый, которая на уровне где-то головки ребра подходит рамус дрозалис, которая пронизывает межреберный промежуток, проходит межреберное пространство, выходит в вот этот мускулос эректор спины, пронизывает их и делится на медиальной латеральной ветки, и краснабжает уже конечные веточки, это кожные, которые краснабжат кожу посрединной линии, и задней, лопаточной, и заднюю акселярную, то есть и кожу, и мышцы, которые там находятся. Но наиболее интересное здесь это то, что от рамос-пастериора отходит артерия спиналис, или рамос-спиналис, спинномозговая веточка, которая входит в межпозвонковое отверстие, вместе с там, где оттуда выходит нервы спиналис, спинномозговый нерв входит, и делится, и как раз снабжает практически всё, что находится в спинномозговом канале. Там находится не только спинной мозг, там находятся и оболочки, там находится жировая клетчатка, там находятся, ну, собственно, стенки, надкосница самого позвонка. Она как раз снабжает всё. Соответственно, по входу, после входа в спинномозговый канал артерия или рамос-спиналис делится, ну, как минимум на 6 ветвей. Рамос-пастцентралис, постцентральная веточка, которая идёт на внутреннюю поверхность тела позвонка, да, это же корпус фертебра, и как раз снабжает его надкосницу и дуроматор, который к нему засорстается, и жировую клетчатку, которая тут находится. Затем, соответственно, на дугу, назад, которая, соответственно, надхрящница, которая там находится, надкосницу кровоснабжает, и там же дуроматор тоже есть. Затем две идут веточки радикулярные, они называются, артерия радикулярис anterior и артерия или рамос-радикулярис posterior. Передняя и задняя, корешковая, которая ложатся на корешок, понятное дело, на передний и на задний. Корешковые кровоснабжают корешок, передний и задний. Они доходят до борозды, соответственно, передней, задней, латеральной. И там, в принципе, заканчиваются, но уже в маленьких этих волокнах, которые формируют эти корешки. А вот те, которые красно обжают спинномус, они называются медулярные. Артерия medullaris segmentalis. Вот она, anterior, передняя. И такие же есть артерия medullaris segmentalis posterior, задняя. Задняя и передняя медулярные. Они проходят по корешку, соответственно, либо по переднему, либо по заднему. И впадают как раз в переднюю спинномозговую артерию, спиналис anterior. Или в задние спинномозговые, парные, которые они есть. Артерия medullaris segmentalis, она отходит не от каждой, не от каждой межреберной. Она отходит, ну, их всего на весь спинномозговый канал, их штук 8-12. Артерия спиналис anterior, которая, да, формируется из двух позвоночных, она довольно маленькая. Она спускается, она красно обжает ствол, продолговатый мозг, ну, и чуть-чуть верхнюю часть спинномозга, и все. Она бы маленькая была, она бы здесь и закончилась. Если бы она не подпитывалась из чего-то. И вот она подпитывается вот этими segmentalis medullaris, медулярными сегментарными. Вот одна в нее впадает, вторая, третья, четвертая. И они подпитывают, подпитывают. И, в принципе, артерия спиналис anterior, она существует до самого конца. За счет того, что она подпитывается разными. Из артерии вертебралис, это в шейном отделе, в грудном отделе из интеркосталис пастериорис, в поясничном отделе из люмбалис, в крестцов же, в маунтозу, из артерии сакралис, латералис. И, как вариант, medullaris segmentalis anterior, чаще всего слева, бывает одна очень крупная. Она объединяет практически семь. Из семи нижних межреберных интеркосталис пастериорис, формируется только одна. Сегментарис medullaris, которая входит как раз где-то между Т12-Л1 или Т12-Т11 в межпозвонковое отверстие. И, по сути, она однако снабжает треть всего спинного мозга. И она по автору называется артерия Адамкевича. Вот на это ее обозначу. Это передняя медулярная спинномозговая артерия. Аорта abdominalis. Брюшная аорта, итак, она идет от артального отверстия в диафрагме до 4-5 пояснительных позвонков, там, где она заканчивается. Все ветви абдоминальной аорты также можно разделить на париэтальные и висцеральные. Однако, висцеральные еще можно поделить на парные и непарные. Потому что в брюшной полости у нас есть парные органы и непарные. Соответственно, и артерии к ним будут отходить парные и непарные. Париэтальные это к стенкам, это к задним латеральным и к верхней стенке, к диафрагме. Во-первых, идут артерия френика инферрии. Ну, вот здесь они, конечно, обозначены. Вот они, артерия френика д'экстра синстра. Нижние, которые снизу ложатся на диафрагму. Ну, и красно-бежа, диафрагму снизу. Плюс от них может отходить маленькие вытачки вот к пищеводу, к брюшной части уже пищевода. А также и от правой, от левой отходят многочисленные рами супраранализ супериорос. Верхние надпочечниковые. Затем к париэтальным относятся артерии люмбалис. Их обычно 4 пары. Вот они в правой и влево отходят от брюшной части орты. Поясничные артерии, которые идут за квадратус люмборум, либо пронизывают ее, красно-бежают ее, потом доходят до боковых стенок брюшной полости и красно-бежают их. Это трансферсус абдоминис, обликус интернус, обликус экстернус. И в том месте, где они проходят мимо этих самых межпозвонковых отверстий, тоже от них отходит такой самый рамус пастериор. Как и от задних межреберных, который идет назад, от него отходит такой же рамус спиналис. Мы уже разобрали красно-бужение спинного мозга. А рамус д'арзальс продолжается дальше к глубоким мышцам спины и кожи всей этой задней поясничной области. И еще париетальная веточка является сакролис медиана, которая спускается, ну, там, на многом уровне поделилась орта, то есть по передней поверхности тела пятого поясничного позвонка заходит в малый таз и по кресу. Спускается по кресу вниз и даже по копчику, и внизу уже там она доходит до глемус кокцигеус. Также от сакролис медиа может отходить вот это вот будет люмбалис има, это наинизшая поясничная тоже, которая еще выполняет такую же функцию, как и артерия люмбалис париетальная. Также там маленькие латеральные веточки раме и сакролис латералис могут отходить, которые будут астанализироваться артерия, сакролис латералис, это уже от внутренней подвздошной ветки. Итак, все висцеральные ветви делятся на парные и непарные. Парные к парным органам, и их всего лишь по сути три. Это артерия супра реналис медиа, средняя надпочечника, это артерия реналис почечная, и артерия нутестикулярис или аварико, это у кого как, кому как больше нравится. Артерия супра реналис медиа, она отходит где-то сразу же под отверстием, это уровень 12-го грудного позвонка, и входит в надпочечник, обеспечивая в основную часть его кровоснабжения. Но, как вы видите, три группы ветви кровоснабжают надпочечник. Правая и левая есть. Далее, артерия реналис. Почечная артерия, она довольно большого диаметра, ну вы знаете, что связано, конечно же, с функцией почки. Довольно большая, которая подходит к воротам почки, и делится сразу же, как сегментарное строение почки, тоже уже проходили. Плюс, до того, как она поделилась на эти совы основной ветви, от почечной будет отходить артерия супра реналис инфериор. Нижняя надпочечника, и на уровне где-то второго поясничного позвонка от аорты будет отходить артерия аварика у женщин, либо артерия тестикулярис у мужчин, которая, если у мужчин тестикулярис, она идет вниз латерально, здесь, где она перекрещивает мочеточник, будет отходить мочеточника в ветви. Затем она устремляется в паховый канал, вступает в состав фуникули сперматикус, уже в составе фуникули сперматикус будет достигать мошонки. Затем доходит до яичка, понятное дело, красно-брежатый в основном яичко, а также рами эпидидимидис, там будут отходить к придатку. Если мы говорим про женщин, артерия аварика, в принципе, ход у нее такой же самый, он вниз латерально перекрещивает мочеточник, но заканчивается еще в тазовой полости, он загибается медиально, входит между листками широкой связки матки и доходит до ворот яичника, до вхождения в ворота яичника. Она будет доходить рамус тубариус, трубную веточку для краснабжения трубы и, в принципе, матки, ее дна. А основная ее часть, конечно, входит в ворота яичника и краснабжает яичник. И непарные. Непарных ветвей и брюшной орт у нас, по сути, всего три. Это тронгус цилиакус, черевный ствол, верхняя и нижняя брожайчная артерия. На уровне, где-то это 12-й грудной, либо уже между 12-м грудным и 1-м поясничным позвонками, от брюшной части орта отходит один большой, самый большой сосуд. Он называется тронгус цилиакус. Черевный ствол, либо по автору он называется треножник галера. Это сосудом коротким, буквально, может быть, сантиметра, даже до сантиметра в длину, который отходит вперед и немножко вниз и сразу же делится на три крупные ветви. На левую желудочную, это артерия гастрикосинистра, на селезеночную, артерия с лиеналис или с пленника, и артерия гепатикокомунис, общая печеночная. Итак, артерия гастрикосинистра, левая желудочная, она идет, видите, влево-вверх, на малую кривизну ложится желудка. В этом месте отдает раме эзофагиалис на абдоминальную часть пищевода и ложится на малую кривизну, красный пищевод, понятно, раме гастрис отходят к передней и задней поверхности желудка, и там уже на малой кривизне будет он стомизировать, соответственно, с правой. В принципе, это самая маленькая веточка чревного ствола. Затем артерия гепатикокомунис, общая печеночная, идет вниз и вправо, доходит до верхнего края пожелудочной железы, доходит до лигаментума, гепат, до аденалида, до печеночной двенадцатиперстной связки, входит в нее и там делится сразу же. Она делится на артерия гастро-доденализ, вот она, желудочная двенадцатиперстная, вниз и вверх гепатикопроприя, собственно, печеночная, либо еще от гепатикокомунис, либо от гепатикопроприя отходит правая желудочная, но интернетер нарисовал, что от уже гепатикопроприя, Ну, в большинстве случаев, скорее всего, да, гепатико-проприо, но может быть и от общей, отходить отсюда. Артерия гастрика декстра ложится тоже туда же, на малую кривизну желудка, и там будет анастамозировать слева, да, формуется тут первый анастамоз на желудке. Тут же от неё может отходить к пилорической части и верхней части двенадцатиперстной, красном жанце. Собственная печёночная поднимается вверх этой связки и делится. До ворот печени делится, понятное дело, на правую и левую. Гепатика синистра и гепатика декстра. Гепатика синистра идёт, понятно, красном жат в правую часть печени, левую, левую. Однако правая, нас интересует правая, правая идёт, она перекрещивает сзади общий печёночный проток и выходит уже до вхождения, собственно, в долю печени вправо. Она отдаёт артерия цистика, пузырная веточка, которая, понятное дело, красном жает желчный пузырь. И тут в этом месте формируется вот такой треугольник, гепатобилиарный, так называемый треугольник, между ограниченной печенью, собственно, и общим печёночным и пузырным протоком. В пределах этого гепатобилиарного треугольника выделяют чуть меньший треугольник, вот он. В том месте, где от правой печёночной отходит пузырная артерия, и как бы она делит этот треугольник на вот этот ещё меньший. Вот это и есть тот треугольник Калопа, автору, который ограничен, получается, слева общим печёночным протоком, справа пузырным протоком, а сверху пузырной артерии. Артерия гастродуоденализ. Это нижняя ветка общей печёночной, она спускается вниз, она спускается за верхнюю часть двенадцатиперстной кишки, и там уже будет делиться, на уровне разголовки пожелудочной железы, она будет делиться на конечные ветви. Гастроэпиплёйка декстра. Это, по сути, есть конечная ветвь гастродуоденализ. Вот она, гастроэпиплёйка декстра, желудочно-сальниковая, да, которая ложится на большую кривизну уже желудка, и идёт по большей кривизне, а там будет где-то на середине астомозироваться с такой же самой одноименной только. левой. Это правая, от неё, соответственно, тоже будут отходить раме гастритцы и раме эпиплёйца или моментали, собственно, в большой сальник. А вот эти вот артерия, панкреатоденализ супериорус, передняя и задняя, от неё будут, соответственно, вот отходить раме до аденализа, двенадцатиперстный к нисходящей и верхней части, и раме панкреатицы множественное, собственно, к поджелудочной железе. И самый большой сосуд треножника галера – это артерия спленика, или селезёнка, ну, самая большая по диаметру. Это артерия спленика, которая идёт, да, влево и латерально немножко вверх, и доходит до ворот селезёнки, входит в неё и делится на всевозможные ветви. Кровоснабжают, понятное дело, основным своим массивом селезёнку, однако от неё отходят ещё какие-то ветви. В верхней части, от верхних сегментарных веток, которые краснабжают селезёнку, от неё будет отходить к дну желудка ветви, которая бы называться раме гастрицы бревис. Короткие желудочные ветви, которые как раз разветвляются и краснабжают, в основном, это дно желудка. Далее, от селезёночной также отходит артерия гастрооменталис, или гастроэпиплёйка синистра. Левая желудочная сальниковая, которая ложится на большую кривизну и спускается, и здесь на середине, опять-таки, анастомозируется одноименной правой. Формируется второй анастомоз здесь по большой кривизне. Те же самые раме гастрицы и раме менталис от неё отходят. И плюс, пока селезёночная идёт к селезёнке, она идёт к селезёнке вдоль верхнего края поджелудочной железы, вот она. И там от неё отходят в поджелудочную железу артерии, которая краснабжает, в основном, тело, ну, понятно, и хвост. Отходят артерия дорозалис панкреатис, которая идёт на заднюю стенку и там краснабжает, в основном, заднюю часть. Артерия панкреатика маэр, большая, которая входит уже в тело чуть дальше, уже большую часть краснабжает тело. И также уже потом артерия кауда панкреатис, которая краснабжает конкретно хвост. Вторая ветвь, непарная, висцеральная брюшная часть аорта, это артерия мезонтерика супервер, верхняя брюшечная, которая отходит от аорты на уровне где-то уже первого поясничного пазанка, перегибается через правую, через левую почечную вену, затем перегибается спереди через, это уже, ну, горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки и входит в брюшейку тонкого кишечника и будет делиться на все свои возможные множественные ветви. Но только самой первой веткой артерия мезонтерика супервер она отдаёт ещё до входа в брюшейку, это артерия панкреата до аденолиз инфериор. Это нижняя поджелудочная двенадцатиперстная, которая сначала отходит одна, затем делится на раме антериорис и раме пастериорис, то есть тоже передняя и задняя ветви, которые передние будут астомизировать с передней, верхней уже поджелудочной двенадцатиперстной от желудочной двенадцатиперстной и задняя с одноимёнными задними. И все, затем мезонтерика супервер входит в брыжейку и начинает делиться. Она как разомжает весь тонкий кишечник и почти половину толстого. Соответственно, отходит молок около 18-20 ветвей сначала к толщей и затем к подвздошной кишке. Соответственно, они называются рами июналис и рами илиалис. Причем идут две соседние, они анастомозируют и формируется, это называется аркада. Это аркада первого порядка, затем от аркад отходят еще ветви, которые тоже анастомозируют, называются аркады второго порядка. И так же самое там третьего, четвертого, пятого могут существовать. От последних аркад, называются маргинальные аркады или по-моему по автору аркады Драмандана называются. Вот эти последние терминальные, от них уже отходят артерии ректии, ну или рами ректии. Это уже прямые ветви, которые уже непосредственно входят в стенку кишечника тонкого. Затем идет от верхней брюжеечной, идет ветвь к илеоцикальному углу. Она так называется, артерия илеоколика. Вот она. Подвздошно-слипокишечная артерия, которая идет к углу. И там уже доходят от этого угла, будут делиться. Соответственно, передние, задние, слипокишечные артерии, артерия цикалис антериор пастерио. Затем артерия илеалис, уже к терминальному отделу подвздошной кишки. И артерия пендикулярис, которая спускается в брыжеке, червеобразный отросток, артерия колика декстра. Правая ободочная, которая доходит до восходящей ободочной кишки, делится на нисходящую ветку. Вот она и восходящая. Восходящая будет астамозироваться средней, а нисходящая астамозируется ветвями илеоколики. Ну, там те же самые прямые ветки, которые уже будут доходить, тоже аркады будут формироваться. И прямые, которые уже непосредственно корсомжают стенку кишечника. И средняя. Последняя ветвь верхней брыжейчной, это артерия колика медиа. Средняя, которая входит в брыжейку. Это поперечная ободочная, это мазоколин трансверсум. Входит в нее и делится тоже на правую и левую ветвь. Правая астамозируется с правой ободочной. Левая астамозируется с левой ободочной. Сейчас мы пройдем эту ветвь уже нижней брыжейчной артерии. Те же аркады, то есть она корсомжает уже всю поперечную ободочную и даже часть, вот эта часть уже нисходящая. Артерия мезонтерика инфериор. Нижняя брыжейчная артерия, она отходит от ауорта уже на уровне третьего поясничного позвонка. Идет она влево и вниз. И делится в основном на три группы сосудов. Первая непарная, одна это артерия колика синестра. Левая ободочная, которая входит в брыжейку. Ее ветви главные красномжают, понятно, нисходящую часть игмовидной. Она делится на нисходящую восходящую ветвь. Нисходящая вот идет туда и пристеночные ветки красномжа, часть игмовидная. Восходящая ветвь идет вверх и анастомозирует с левой веткой от средней ободочной. И получается вот такой вот анастомоз. Это первая аркада. Аркада первого порядка. По сути, анастомоз между верхней и нижней брыжейчными артериями. Вот эта аркада называется дуга Риолана, по автору. Вот этот большой анастомоз между ободочными артериями. Затем, то есть, есть колика синестра. Затем идет к сигмовидной кишке раме сигмоидой, которые тоже формируют аркады, красномжают сигмовидную кишку. И последнее вниз, вертикально спускается артерия rectalis superior. Верхняя прямо кишечная, которая опускается. Тоже там раме еще сигмоиды могут отходить к конечному отделу сигмовидной кишки. А уже, собственно, сами прямо кишечные красномжают младомполярную часть прямой кишки. На сегодня это все. Благодарю за внимание и до новых встреч.